На праздновании Навруза Фаина Матненко далеко не случайный зритель. Недавно она была на Сабанту и на Березовой Катуне. Как и тогда, женщина пришла поддержать коллег из танцевальных коллективов и заодно поподробнее познакомится с традиционными гуляниями других народов, к которым она относится с большим уважением. Я тоже работник культуры, постановщик культно-досудовых программ. Мне интересны традиции разных народов, проживающих в нашем Алтайском крае. Ничего чуждого мне здесь нет. Народы, населяющие в нашей территории, это такие же жители, как и русские люди. Поэтому мне интересно побывать на этих праздниках, узнать что-то новое и просто с удовольствием провести время. Праздник нового дня, именно так и переводится Навруз, решили провести в самый разгар лета. Весной о всей общине собраться не получилось, потом был затяжной пост. Июньские дожди и грозы напугали публику. Но, несмотря на это, выступающие радовали зрителей родными песнями. А маленькие гости фестиваля соревновались в татарских играх. Позже каждый отведал традиционное казахское блюдо, особенно желанное для мусульман после поста. Мы казахи нынче решили наш национальный курдак изготовить. То есть купили барана. Сейчас под дождем, под всем наши женщины готовят его. Это баранина, картошка. И потом приглашаю всех вас подойти и покушать. Летний Навруз собрал не больше ста человек. Но здесь все этническое многообразие ближневосточных народов. От Казахстана до отдаленного Узбекистана. Единство нации, подчеркивают участники фестиваля, главная цель национального праздника. Ирина Харитон, Николай Шелко. Наши новости.